Расцвет пробуждения с Хермесом Фалька-младшим. Распространение Евангелия в народах. Исцеление. Спасение. Чудеса. Свобода. Увидьте Иисуса в действии. Расцвет пробуждения с Хермесом Фалька-младшим. Привет и добро пожаловать на программу «Расцвет пробуждения». Это я, ее ведущий, Хермес Фалька-младший. Сегодня Бог будет говорить к вам, и вы увидите силу Бога в действии. Я верю, что вы будете иметь взрыв в виде проявления силы Божьей в разных народах. Я верю, что это особое время в вашей судьбе, когда Бог пробуждает тело верующих людей по всему миру, и Он обращает их внимание к тому, что Он поднимает славную церковь. Именно об этом мы будем говорить с вами сегодня. В этой программе мы поговорим о славной церкви по всему миру. Я хочу показать вам некоторые чудеса, которые происходят. Недавние чудеса, произошедшие на наших служениях в разных странах. Вы испытаете радость, увидев, как слепые начинают видеть силы Божьи. Слово «Знание» будет изливаться, так что оставайтесь с нами, и вы увидите видео, свидетельства в нашей программе. Также вы услышите объявления, и, возможно, захотите присоединиться к нам. И в конце программы я прошу вас оставаться с нами до самого конца, потому что в конце программы я буду молиться о вас и вашей семье. Вы ведь хотите принять то, что у небес есть для вас? Мы делаем программу не для того, чтобы сделать еще одну программу. Мы делаем эти программы, потому что знаем, что у нас есть Слово для вас. У небес есть Слово для вас. А мы просто инструменты, через которые течет Дух Святой. Я верю, что это потрясающее время, лучшее для вашей жизни. Порой люди говорят, что они хотели бы жить во время земной жизни Иисусом, и что они бы хотели жить посреди Его учеников в те времена. Кто-то говорит, «О, если бы я жил во времена Моисея». Или они хотели бы жить во времена Ильи, или Иоанна Крестителя, или Даниила, или еще каких-то библейских героев. Да, мы знаем, что земное служение Иисуса было могущественным, вне всяких сомнений. Но, друзья, вот что я вам скажу. Мы живем в эпоху Духа Святого. Мы живем в то время, когда Дух Святой поднимает свою церковь по всему миру. Он оживляет, Он изливает от Духа Своего на всякую плоть, и движение Божие, которое мы увидим, и увидим еще в это время, в которое мы живем, будет величайшим Божиим движением, когда люди будут ожидать, готовить путь к Господу Иисусу Христу, Его Второму пришествию, потому что Он придет опять. Это Его обещание. Вы можете на это рассчитывать. Вы помните, в первой главе Деяний ангелы сказали, «Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом». Это обещание, на которое вы можете рассчитывать. Но прежде чем Он придет, Он готовит свою невесту, свою церковь, которая будет на земле без пятна и порока. Он делает свою церковь прекрасной. Я хочу показать вам это в Писании. Если у вас есть Библия, откройте со мною, или просто послушайте, я хочу прочитать вам из Евангелия от Матфея 25 главы. Здесь дается притча о разумных и неразумных девах. Тут говорится о женихе и о девах. Как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик, «Вот жених идет, выходите навстречу ему». «Когда встали все девы те и поправили светильники свои». Слово «поправили» — это греческое слово «космеон». От него произошло современное слово «косметика». Оно означает «украшать», «делать прекрасным», «натирать», «причесывать», «также наряжать», «наносить орнамент», «приводить в порядок». В этой притче речь идет о нас, христианах. Эти девы встали и поправили свои светильники. Они украшали себя, приводили себя в порядок, готовились, чтобы быть прекрасными при встрече с женихом. Это слово говорит нам о пробуждении, о подготовке этих дев в этой притче, то есть очищении от церкви, подготовка к встрече с женихом. «Друзья мои, я верю, что именно это и делает сейчас Дух Святой. Он украшает, он поправляет, он делает космеон». От этого слова наше слово «косметика». Он делает свою церковь прекрасной. Уверен, что вы хотите еще одно местописание об этом, и я покажу вам его. Это послание к Ефесиным, 5 глава, 26-27 стих. В своем послании апостол Павел пишет, чтобы осветить ее, очистив баню водную, посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна, или какого-либо порока, или чего-либо подобного. Но дабы она была святой и непорочной. Это то, что Дух Святой желает сделать церковью в это время. Очистить ее словом, сделать ее непорочной, посредством слова. Он хочет представить ее перед Иисусом, без пятна и порока. «Господь желает видеть нас подготовленными». Слово знания изливается в эти времена. Вы увидите это уже очень скоро. В конце программы я прошу вас оставаться с нами до самого конца, потому что в конце нашей программы я буду молиться о вас и вашей семье. Уверен, что вы хотите принять то, что у небес есть для вас. Мы делаем эти программы, потому что знаем, что у нас есть Слово для вас. У самих небес есть Слово для вас. Я верю, что это потрясающее время для всех нас. Мы идем на короткий прерыв. У нас есть объявление о нашем мероприятии, в котором я хотел бы, чтобы вы приняли участие. И когда мы вернемся в нашу студию, я хочу закончить это послание и помолиться особенной молитвой за вас и за всю вашу семью. Не пропустите. Оставайтесь с нами. Итак, приступаем. Выйдите из зоны комфорта. Увидьте Иисуса в действии и будьте честью этого. Присоединяйтесь к нам в Миссии Чудес в Бразилии 2017 с Хермесом Фальком-ладшим и Чарли Шемпом с 1 по 9 июня. Вы увидите чудеса, спасение, сострадание бедным, а также служение детям. Давайте делать историю вместе. Зарегистрируйтесь прямо сейчас на сайтах, адреса которых вы видите на ваших экранах. destinyencounters.com So what's your name? Андрей. Андрей, where are you from? Латвия. Латвия. And what was your problem? У меня проблема спины. He had a problem with his back. And it affected his name that he could not like five years at all. At least that he could not feel at all. How long? Five years. For five years, по меньшей мере, пять лет этот мужчина не чувствовал своих ног. Пять лет он не мог поднимать сына. Я пришел туда же хромал. Когда он пришел сюда, он не мог поднимать его вообще-то. Он не мог нормально ходить, когда пришел сюда. И что же с тобой произошло? Расскажи нам. Во имя Иисуса. Теперь я могу поднимать ноги, и говорю, что вам интересно, они еще до сих пор были их чувством, и они начинают колоть. Это что? Прыгай, прыгай, прыгай и двигайся. О, давайте воздадим Иисусу славу. Воздайте Ему славу. Ей сейчас сложно говорить на португальском. Прыгай, сестра. Прыгай, сестра, давай, прыгай. Бог сейчас исцеляет людей. На этом месте Он исцеляет всех. Господь касается кого-то, у кого на ноге костные шпоры. Бог касается вашей ступни. Будьте исцелены прямо сейчас. Поднимите свои руки прямо там, где вы стоите. Во имя Иисуса. Будьте исцелены прямо сейчас. Ваша ступня исцеляется прямо сейчас. Во имя Иисуса. Правильно. Двигайтесь. Начинайте двигаться. Прыгайте, прыгайте. Итак, что произошло? Сейчас вы уже можете говорить. Да, шесть лет назад у меня была травма в коленях. У меня лихорадило. Пятнадцать дней я лежала в больнице и совершенно не чувствовала свою ногу. Я сделала множество анализов, но врачи так и не могли понять, что со мной случилось. У меня был разрыв в колене. И после нескольких лет лечения мне стало немного легче. Я была в Бразилии месяц. Раньше жила в штате Амазон. Но когда я пришла сюда, боль в колене вернулась. Я сказала своей сестре, я не знаю, что происходит, потому что многие годы я не чувствовала боли. Но сейчас эта боль продолжалась и продолжалась. Что, очень сильная боль, да? Я не могла достать рукой до пола. И когда вы произнесли слова знания, я почувствовала огонь в коленях. Это был огонь славы Божьей. А сейчас-то как? Боль ушла? Да. Ну-ка, попрыгайте. Аллилуйя, церковь. Вас дайте славу Иисусу. Как долго это продолжалось? Пять лет она была в таком состоянии. Аллилуйя. По шкале от одного до десяти, какая это была боль? Девять. По шкале от одного до десяти девять? Значит, это была очень сильная боль. Что у вас произошло? Расскажите. У меня были костные шпоры на ногах. Какое-то время я даже не могла ходить. Меня все в этой церкви знают. И даже сегодня мне было очень больно ходить. И что-то делать мне было очень больно. Сильная боль. Что, очень сильная? А сейчас как? Больше не болит. Что вам было больно делать? Ну, например, наклониться, да? Было трудно наступать. Так, ну что ж. Давайте наступайте. На голову дьявола. Во имя Иисуса. Пять лет у нее были костные шпоры. Кто из вас помнит, что я произнес об этом словознание? Послушайте. Друзья, это словознание. Я не беру это из головы. Я не пытаюсь угадать, вдруг у кого-то костные шпоры. Сами понимаете, такая болезнь даже в голову не придет. Поэтому Бог проговорил мне, что Он исцеляет кого-то. А как сейчас? Я почувствовала, как будто кто-то потянул и что-то вытащил из меня. И в этот момент боль ушла? Да. Слава Богу. Кто исцелил вас? Иисус. Попрыгайте. Будьте исцелены прямо сейчас во имя Иисуса. Отец, во имя Иисуса. Пусть будет заметная разница. Так, сколько пальцев? Что там происходит? Ну-ка, давайте подойдите поближе. У нее косоглазие и парализован зрительный нерв. Врач сказал, что нельзя оперировать, пока ей не исполнится 7 лет. Она полностью ослепнет. Она видит перед собой, сколько я показываю пальцев? Один. А сейчас? Два, три. Аллилуйя. Ты сейчас лучше меня можешь видеть? Да. Малышка, ты ощутила разницу? Ты ощутила разницу в том, как ты видишь? Да. Здорово. Здорово. Посмотри. Сколько пальцев? Один, два, три, четыре. Ты хорошо себя чувствуешь? Да. Ты хорошо видишь? Да. А маму хорошо ты ее видишь? Да. Она потрясена. Иисус, Он исцелил мою дочь. Сколько тебе лет? Пять лет. Она плачет из-за эмоций, потому что ощутила разницу в своем зрении. Закрой глаза и подними свои руки. Спасибо, Отче, что ты исцелил этого драгоценного ребенка. Принимай. Спасибо, Иисус. Спасибо тебе. А ты счастлива? Да. У этой девочки была глаукома. И проблема с глазами она не видела. Но сегодня Иисус исцелил ее. Ей пять лет. И она полностью исцелена. Во славу Божию. Во имя Иисуса. Так что воздайте всю славу Богу. Давайте еще раз воздадим Господу славу. Что-то как-то слабовато. Давайте еще раз, друзья. Вы счастливы? Очень. Кто исцелил вашу дочь? Господь Иисус. Ты хорошо меня видишь? Да. Она расплакалась, когда увидела разницу в своем зрении. Господь сказал, что Он ее исцелит. Ей всего пять лет. Но Господь открыл ей, что исцелит ее. Как это было? В прошлом году она сказала, «Мама, Бог проговорил в мое сердце, что Он меня исцелит». У этой девочки было слово знания от Господа, что Он исцелит ее. Ей всего пять лет, но Господь проговорил к ней, что Он исцелит ее. И сегодня вечером ее глаза полностью открылись во славу Божию. Давайте воздадим Богу славу. Выйдите из зоны комфорта. Увидьте Иисуса в действии и будьте частью этого. Присоединяйтесь к нам в «Миссии чудес в Бразилии-2017» с Хермесом Фальком-ладшим и Чарли Шэмпом с 1 по 9 июня. Вы увидите чудеса, спасение, сострадание бедным, а также служение детям. Давайте делать историю вместе. Зарегистрируйтесь прямо сейчас на сайтах, адреса которых вы видите на ваших экранах. destinyencounters.com Мы вернулись. Я верю, что вас вдохновила увиденная Сила Божия в действии. Я верю, что вам стоит поехать с нами в Бразилию в июне этого года. Вдохновляю вас присоединиться к нам в поездки в Бразилию и быть частью того, что делает Бог. Вы можете приехать из всех стран мира и присоединиться к нам в этой миссии. Я знаю точно, что вы никогда не пожалеете, что отправились на миссию с нами, потому что у вас будет возможность самому быть использованными Богом. Это в точности подтверждает то, о чем я проповедую сегодня. Я говорю о славной церкви, и я верю, что один из ключей для того, чтобы в наше время поднялась славная церковь, заключается в том, что Бог хочет пробудить все тело Христова. Я говорю сейчас не только о тех мужах и женах Божиих, кто в полном служении. Я говорю не только об апостолах, пророках, пасторах, евангелистах, учителях. Не только о тех, у кого в руках микрофон. Я говорю о пробуждении всего тела Христова, чтобы оно пробудилось и стало прекрасным через славу и присутствие Иисуса. Я говорю обо всех мужах и женах Божиих, о тех, кто работает на светских работах, но они полны Духа Святого и силы Божьей. Бог в этот час прикасается ко всему Своему телу. Приходит понимание и откровение о том, что Бог хочет наделить силой все тело Христа. Это один из ключей к тому, чтобы поднялась славная церковь. Сила Иисуса, благословение Христа и присутствие Духа Святого и зальется, и будет высвобождаться через все тело Христова. Я не говорю, что каждый обязательно станет проповедником. Я не об этом. Но я имею в виду, что в это время все тело Христа, славная церковь, будет отражать присутствие Христа, отражать любовь к Христовым. Будет беспятная порока. Многие люди, говоря о последних временах, делают акцент на антихристе и на ужасных вещах, которые будут происходить. И мы видим, что на земле уже происходят эти ужасные вещи. Стоит лишь включить новости, и вы услышите много плохого. Но, друзья, многие забывают тот факт, что Бог поднимает в это время славную церковь, и мы с вами должны быть частью этого. Разве не прекрасно быть частью этого удивительного плана, когда Бог откроет славу Своего Сына в народах мира? И мы являемся частью этого плана. Я призываю вас не поддаваться страху и не попадаться на удочку зла, который атакует этот мир. Я не говорю, что вы должны игнорировать все злое, но не стоит фокусировать внимание на всем том зле, которое вас окружает. Помните, что вы — носители славы Божьей. Вы меняете атмосферу вокруг себя. Вы являете миру, любовь Иисуса. Являете миру, силу Божию. Вот что Бог делает в это время. Он поправляет светильники. В той притче, которую я вам сегодня читал, сказано, что девы поднялись и поправили свои светильники. Они украсили себя, приготовились, надели на себя украшения, и Бог приводит все в порядок в Своей церкви. Он поправляет светильники в Своей церкви и готовит церковь. Слава Господу, и вы являетесь частью этого плана. Я хочу помолиться о вас. Я хочу вдохновить тех из вас, кто чувствует призвание готовить себя и пребывать в атмосфере, которая будет способствовать этой подготовке. Что же я имею в виду? Будьте в том месте, пребывайте в той атмосфере, которая стимулирует вашу подготовку в это время. Садитесь в самолет и поезжайте с нами в миссионерскую поездку. Приезжайте в Бразилию. Запишитесь в нашу онлайн-школу. У нас есть прекрасная онлайн-школа. В ней сейчас учатся представители девяти стран. Они изучают Слово Божие. На этой неделе я получил свидетельство от моей студентки из Бразилии. Она только недавно зарегистрировалась и смотрела вводный урок. И когда она смотрела этот вводный урок, присутствие и сила Божия наполнила ее комнату. У нее было видение, что в дом вошли ангелы и заполнили весь дом славой Божией. Она начала плакать и переживать мощное божественное пребывание. Вам это тоже необходимо. Я хочу молиться сейчас во имя Иисуса за тех, кто призван подняться, кто чувствует призвание на служение. Я хочу молиться лично о вас. Поднимайтесь во имя Иисуса. Я разрушаю всякие преграды. Я разрушаю робость и страх. Я разрушаю все негативные слова, сказанные против вашего служения, против вашего призвания. Я высвобождаю вас во имя Иисуса, быть всем тем, кем Бог призвал вас быть. Во имя Иисуса я высвобождаю вас, чтобы вы были уникальны, отличны, отделены от Бога. Господь, во имя Иисуса, пустая церковь поднимется по всему миру, пустая церковь поднимется в это время и будет славной, полной твоей славы, твоей силы. Мы запрещаем всякой немощи и болезни. Мы запрещаем нищете, запрещаем всякому устрашению от врага. Во имя Иисуса будьте свободны. Халилуя. Слава Господу. Друзья, мы любим вас. Мы хотим служить вам. Пишите нам свои молитвенные нужды. Станьте нашим партнером. Мы хотим призвать вас стать партнером нашего служения, взяться за руки, как финансово, так и в молитве, чтобы мы могли повлиять и поколебать народы силой Божией. Мы нуждаемся в финансовых и молитвенных партнерах, в тех, кто будет помогать нам в этот час достигать народы, Евангелие, и вы можете быть одним из них. Не бывает слишком маленького или слишком большого даяния. Вы можете внести свой вклад. Аминь. Да благословит вас Бог. Мы любим вас. Мы увидимся с вами в следующей нашей программе. Выйдите из зоны комфорта. Увидьте Иисуса в действии и будьте частью этого. Присоединяйтесь к нам в миссии «Чудес в Бразилии-2017» с Хермесом Фальком-ладшим и Чарли Шэмпом. С 1 по 9 июня. Вы увидите чудеса, спасение, сострадание бедным, а также служение детям. Давайте делать историю вместе. Зарегистрируйтесь прямо сейчас на сайтах, адреса которых вы видите на ваших экранах. destinyencounters.com Расцвет пробуждения с Хермесом Фалька-младшим. Распространение Евангелия в народах. Исцеление. Распространение. Спасение. Чудеса. Свобода. Увидьте Иисуса в действии. Расцвет пробуждения с Хермесом Фалька-младшим. Распространение. Распространение.